Когда мы заселяемся в отель, меньше всего нам хочется беспокоиться о том, что происходит за кулисами. Например, о персонале, который знает все о делах постояльцев, серьезных недостатках системы безопасности в номерах и отвратительных стаканах, от которых вас может тошнить. Не говоря уже о сомнительной конфиденциальности вашей ванной комнаты. Да, вашим туалетом может пользоваться кто-то другой. Сегодня мы раскроем все грязные секреты отелей. Так что усаживайтесь поудобнее и расслабьтесь, а может и нет. Никогда не доверяйте сейфам в гостиничных номерах. По всей видимости, персонал знает универсальный код, который может открыть любой сейф в здании. И получается, у них есть мастер-ключ ко всем вашим ценным вещам. Задумка связана с удобством. Если вы забудете код от сейфа, сотрудники смогут легко спасти ваши вещи. Но можно ли им доверять? Опрос, проведенный в 2019 году, показал, что 43% горничных признались, что хотя бы раз за свою карьеру крали личные вещи постояльцев. Удивительно, но ювелирные украшения – это наименее вероятный предмет для кражи, даже если гости уже выехали. А наиболее привлекательны – наличные и техника. Если вы хотите, чтобы ваши вещи были в безопасности во время пребывания в отеле, есть другой вариант. Вы можете положить свои наличные в сейфы на стойке регистрации в лобби отеля. Они лучше защищены от любопытных глаз. И обычно оснащены камерами. Кроме того, доступ к ним имеют только несколько сотрудников. Даже если вы заботитесь о своей безопасности, будем честны, персонал отеля может лично ознакомиться с вашими вещами, когда захочет. Многие горничные уже признались в интернете, что рыться в вещах постояльцев – довольно распространенная практика. Даже ваш туалет не так уж и приватен. Горничные могут заглянуть к вам в туалет, особенно если туалет для персонала находится далеко. Нет, им не разрешается этого делать, но против природы не пойдешь, верно? Ваша кровать тоже не такая уж и личная. У горничных, как и у всех остальных, есть мобильные телефоны, и они любят повеселиться. Так что не будьте наивны. Фотография вашей грязной кровати может запросто оказаться в групповом чате с пометкой «Самые отвратительные апартаменты». Кроме того, если горничные устали и у них есть время, они могут вздремнуть в одном из номеров. Да, они не должны этого делать, но многие все равно делают. Сотрудники отеля обязаны сохранять конфиденциальность. Они не могут раскрывать никакую информацию о гостях, даже если звонит жена или муж постояльца. Если только это не требуется по закону. У персонала нет никаких моральных обязательств. Ведь отели – это бизнес, а не брачные консультанты, верно? Если вы оставили что-то в номере после свидания, не ждите звонка. Возврат забытых вещей может случайно раскрыть секрет любовных похождений гостя. А никто из персонала не хочет быть ответственным за возможный разрыв отношений. Теперь мне интересно, есть ли в отелях специальное название для «изменников». Ведь на модных курортах используется отдельный секретный язык. Например, «грей-аут» означает, что в воде недалеко от берега водятся акулы. Хуха! То же самое, что и «ехать как можно быстрее». А «пиг-ин-де-пен» используется, когда гость застрял на парковке. Люди также получают прозвище. «Медвежата» – это новые сотрудники. А «лобби-лизард» – ваш главный помощник во время оживленных часов заезда и выезда. А «вип-11» – это буквально «королевские особы». Но поверьте мне, вы никогда и ни за что не захотите, чтобы вас назвали персиком. Между нами говоря, это в основном означает, что вы «очень сложный гость». И я выражаюсь тут вежливо. Эти коды могут отличаться от отеля к отелю, от штата к штату и даже от страны к стране. Возьмем, к примеру, Дубай. На курорте Мадинат Джумейра есть правило «20-10». Это напоминание персоналу о необходимости кивнуть гостю или взглянуть на него, когда он находится в 20 шагах от вас. И установить зрительный контакт или начать дружескую беседу, когда гость находится на расстоянии 10 шагов. Коды предназначены для того, чтобы гости могли спокойно отдыхать и не беспокоиться. Теперь, когда вы знаете этот секрет, предупреждаю. Если вы когда-нибудь услышите, как сотрудник говорит по радио «код B», я рекомендую немедленно встать с постели. Это означает «жуки». Это могут быть муравьи, тараканы, пчелы или самый страшный кошмар – постельные клопы. Каждый год более 80% отелей подвергаются нашествию этих насекомых-паразитов. От дешевых мотелей до роскошных апартаментов ни одно место не является безопасным. В среднем отеле сталкиваются с проблемой заражения постельными клопами примерно 7 раз в 5 лет. Это целая куча нежелательных гостей. Но мы знаем об этих насекомых одно – они мастера прятаться и искать. Они прячутся в щелях вокруг кровати, в изголовье или в швах матраса, ожидая, когда вы уснете, чтобы полоокомиться вашей кровью. Просыпаться покрытым зудящими болезненными укусами уже довольно плохо, но это может стать еще хуже. Если вы окажетесь в комнате с клопами, можете принести домой не только воспоминания. Эти насекомые могут забраться в вашу одежду или чемодан и разбить лагерь прямо у вас дома. Хорошая новость заключается в том, что вы можете принять простые меры предосторожности. Например, упаковать одежду в пакеты на молнии. Еще одна идея – использовать жесткий чемодан, поскольку клопам сложнее прикрепиться к жестким материалам, чем к ткани. Прежде чем забраться в гостиничную постель, обратите внимание на любые признаки наличия клопов. Например, маленькие темные пятнышки на простынях или матрасах. И, кстати, эти пятна – их экскременты. Фу! Вернувшись домой, распакуйте вещи в ванной комнате на светлых поверхностях. Так вы сможете быстро определить, не завелись ли в доме вредители. Даже не думайте пользоваться бокалами в отеле. Я говорю о тех, которые вы можете найти в своем номере. Возможно, рядом с раковиной. Обычно грязные стаканы в номерах не меняют на чистые, даже между гостями. Имейте в виду, что у уборщиц очень мало времени. В загруженный день некоторые из них убирают около 20 номеров. Чтобы сэкономить время, они часто просто используют полотенце или губку, чтобы быстро протереть стаканы в номере, прежде чем поставить их на место для следующего гостя. Но подождите, бывает и хуже. Бывший сотрудник отеля раскрыл эту тревожную практику в своей книге-рассказе «Головы в кроватях». Для протирания таких стекол персонал также использует сильнодействующие чистящие средства, например, полироль для мебели. Поэтому они могут выглядеть блестящими и все такое. Но проблема в том, что в вашей воде могут оказаться химикаты. Если вы все еще хотите использовать эти стаканы, просто знайте, что журналист под прикрытием заснял, как горничная из пятизвездочного отеля использует одну и ту же щетку и для чашек, и для унитаза. Это отвратительно. Так что в следующий раз, когда остановитесь в отеле, просто пообещайте мне, что возьмете с собой многоразовую бутылку. Хорошо? Хорошо?